Важную на сегодняшний день тему исламского банкинга обсудили студенты в Болгарской исламской академии. С 24 по 27 апреля здесь прошла модель организации исламского сотрудничества. В работе модели приняли участие более 30 студентов, среди них студенты из Казанского федерального университета. Я очень люблю изучать Ближний Восток и это моя уже четвертая модель. Исламская сотрудничество является одной из отраслей моей научной работы, которую я сейчас пишу. В течение двух дней студенты проводили сессии Совета министров иностранных дел, где обсуждали тему исламского банкинга, международные стандарты и право применения в государствах-членах организации исламского сотрудничества. Все это проходило в формате деловой игры, где каждому участнику необходимо было представить позицию своей страны, участвовать в выстраивании коалиции и дебатах по выработке резолюции. Я представлял позицию Камеруна, это не исламская страна, мусульманское население там не преобладает и исламский банкинг там практически не развит. Я представляю Мали, это одна из не очень богатых, не очень спокойных стран на африканском континенте. Завершились сессии принятием итоговой резолюции, в которой учитывалось мнение всех заинтересованных сторон. Для того, чтобы сюда приехать, участникам пришлось пройти серьезный отбор и соответствующую подготовку. Диалог культур, диалог религий, диалог, в конце концов, мировоззрений и межнациональный диалог – это еще одна очень важная тема и очень важный аспект сегодняшнего мероприятия. В прошлом году наш ректор Решат Равкатович Гафуров подписал базовый договор с Болгарской Исламской Академией. Но его надо наполнять содержанием. Вот чем мы занимаемся. Так как модель организации исламского сотрудничества проходила на территории Болгарской Исламской Академии, участникам необходимо было соблюдать дресс-код. Парни ходили в брюках, джинсах и в кофтах с длинным рукавом, а девушки – в платках и юбках. Ректор Болгарской Исламской Академии Данияр Абдрахманов отметил важность проведения здесь столь значимого события. Мы с удовольствием поддержали предложение Казанского федерального университета, группы стратегического видения и дружелюбно распахнули двери Болгарской Исламской Академии, потому что понимаем, что работа с молодежью, развитие молодежи, тем более по такому очень интересному направлению, как моделирование работы организации исламского сотрудничества, является очень важным и перспективным. Программа была очень насыщенной. Тренинги на команды образования, сессии Совета Министров, мастер-классы, а также экскурсии по историческим местам города Болгар. Где участники посетили музей болгарской цивилизации, побывали в Восточном и Северном Мавзолее, увидели самый маленький, самый большой Коран и еще много чего интересного. Все студенты увезли с собой массу впечатлений, новые знакомства и много полезной информации. Анна Глазунова, Максим Матвеев, Универньюз.